Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ярик Транспорт, и сегодня у нас 10 фактов о кольцевой линии московского метрополитена. В первоначальные планы московского метрополитена кольцевая линия не обходила. Вместо нее планировалось построить диаметральные линии, которые имели бы пересадки в центре города. Но с открытием второй очереди в 1938 году поняли то, что такие пересадки были бы слишком перегружены. И после Великой Отечественной войны их решили разгрузить при помощи кольцевой линии. При открытии линии считалось большой кольцевой. На станции Курская сохранилась золоченая решетка с надписью «Курское Большого Кольца», напоминающая о проекте 1947 года. Кольцевая линия метро связала 7 московских вокзалов из 10, кроме Савеловского, Рижского и Восточного. На действующем перегоне между Новослободской и проспектом Мира в ближайшее время планируется построить станцию «Суворовская». Это первая станция, построенная на действующем участке кольцевой линии. Станция «Копсомольская» на кольцевой линии является самой популярной в московском метрополитене. Ее среднесуточный пассажиропоток составляет 153 тысячи человек. И объясняется это тем, что на поверхности рядом со станцией находятся три главных вокзала страны – Калининградский, Ярославский и Казанский. 15 мая 2015 года на этой линии был впервые организован парад метро-поездов. С тех пор акция проходит ежегодно в день рождения московского метрополитена. В 1980-х годах для привлечения туристов был создан миф, согласно которому кольцевую линию метрополитена внесли в план после того, как Сталин, слушав доклад о строительстве метрополитена, поставил на него кружку с кофе. Этим якобы объясняется выбор цвета линии. Станция Павелецкая не имела пересадки на самоскворецкую линию при открытии. И лишь 30 июля 1955 года она получила пересадку в центре зала. Станция Новослободска является последней на кольцевой линии, которая получила свою пересадку на станцию Меделевская в 1988 году. И десятый факт это то, что длина линии составляет 19,5 километров. На ней расположено 12 станций и поездка от начала до конца составит 28 минут. Ну что ж, а на этом сегодня все. Мы поговорили о 10 фактах о кольцевой линии Московского метрополитена. Ждите следующее видео с отзором Калужской рижской линии. А на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Всем удачи и всем пока. И бонусный факт. Одним из лестничных сходов ведущим вестибюль станции Киевская кольцевая линия был оформлен в 2006 году парижскими архитекторами в стиле парижского метрополитена.